Из минометов и легкого вооружения террористы обстреляли Авдеевку. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Украины за минувшие сутки. Также под минометным огнем оказались позиции села ТО в Верхнетарецком. Из гранатометов стреляли по пескам. Тяжелое вооружение вновь использовали боевики на Мариупольском направлении. Под огонь минометов и БМП попали жилые кварталы Маринки. Осколочное ранение и открытый перелом правой руки получил волонтер. В Маринке неоднократно утром огонь открывали снайперы боевиков. А вечером с разных сторон обстреливали из гранатометов и БМП. В результате в Маринке повреждено несколько жилых домов. Также под огнем оказался КПВВ на трассе Донецк-Запорожье. По Широкино боевики вели огонь из легкой переносной реактивной системы «Партизан». По Красногоровке стреляли из гранатометов. Инсценировочная перестрелка и боевики переодеты в украинских военных. Российско-оккупационные войска планируют сделать постановочную видеосъемку отхода фейковой украинской разведгруппы в районе Сокольника в Луганской области. Такую оперативную информацию получил штаб АТО. Эта инсценировка связана с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе, в результате чего погиб наблюдатель. Ранее боевики заявляли, что мину могли поставить украинские диверсанты. Теперь они пытаются подвести под это надуманное доказательство. Трагедия произошла 23 апреля у населенного пункта Пришиб. Это в пяти километрах от места, где, по информации разведчиков, готовится провокация боевиков. В штаб-квартире НАТО открылась украинская фотовыставка «Дети в войне». Открыла ее вице-премьер-министр Украины Ивана Климпуш-Цинцадзе. Она сообщила, что за время боевых действий на Донбассе погибло более 200 детей. Ранения получили свыше 500. Подчеркнула, что украинское правительство совместно с общественными организациями акцентирует внимание европейцев на присутствии российских войск на востоке Украины. В результате агрессии 250 тысяч детей были вынуждены покинуть свои дома. Около 50 тысяч не имеют доступа к образованию. Когда ты видишь на фото детские лица и читается, что эти дети прошли через боль и страшные испытания, о которых Европа даже не представляет. Любой из этих снимков намного лучше расскажет об этом каждому, кто их увидит. Подводная лодка США прибыла к берегам Южной Кореи. Мичиган вооружена ракетами «Тамагавк». Судно должно присоединиться к ударной группе во главе с авианосцем «Карл Винсон». Усиленное присутствие США вызвано опасениями, что проведенные артиллерийские учения Северная Корея может дополнить ракетными и даже ядерными испытаниями. И так отметить 85-ю годовщину основания своей армии. В последние недели Пхеньян и Вашингтон обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США. Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал наконец-то решить проблему с КНДР. Глубокая туманная пропасть под посольством России в Киеве. 3D-рисунок символизирует работу репрессивной машины Кремля в оккупированном Крыму. Механизм, который бросает людей в бездну. Они исчезают без вести. Многие люди пропадают, попадают в тюрьмы. Это пропасть, которую мы не можем преодолеть. Мы хотим привлечь внимание, что действия России в Крыму являются безнаказанными. К сожалению, весь мир может делать только дипломатические заявления. Мы будем выходить до тех пор, пока что-то не прояснится. Каждый месяц, 25 числа, активисты выходят под российское посольство с вопросом, где Эрвин и еще 18 без вести пропавших крымчан. В этот раз их имена написали на камнях и выложили горку, как символ бремени, неизвестности для родственников и безысходности для большинства политических дел, которые штампуют в Крыму. Мы не просто так выбрали это место, российское посольство. Мы хотим создать давление на государство-агрессор. И напомнить, что должны проходить эффективные расследования, а виновные в смертях и в незаконных решениях должны быть наказаны. За три года аннексии в Крыму 44 человека подверглись насильственным исчезновениям. Преимущественно крымские татары. В большинстве случаев выявлены факты, которые указывают на причастность к преступлениям, государственных органов России, подчеркивает Тамила Ташева. 17 человек из 44 нашлись. Двое через некоторое время после похищения были обнаружены в местах лишения свободы. Это Костенко и Выговский. Еще шестеро найдены мертвыми. Большинство среди исчезнувших крымские татары. Видно, что это целенаправленная работа оккупационных властей по уничтожению крымско-татарской общины. В том числе и Международный суд ООН признал факты давления на крымских татар. Все материалы дел по факту насильственных исчезновений людей в Крыму активисты планируют передать в специализированную рабочую группу ООН в Женеве. Кроме того, правозащитники также направляют запросы в международные организации. Призывают оказать давление на РФ, чтобы там провели расследование похищений. Олеся Гурбик, Евгений Савицкий, UA-TV. Новый маршрут соединит Украину с Польшей. Поезд Ковель-Ягодин-Холм начнет курсировать в конце мая-начале июня нынешнего года, сообщили в региональном филиале Укрзалезницы «Львовская железная дорога». Состав будет состоять из двух вагонов, рассчитан на 182 пассажира. Дорога займет ориентировочно два часа, а стоимость билетов 5-6 долларов. При этом пограничный контроль будет осуществляться во время движения поезда. Иностранные студенты, которые учатся в украинских вузах, будут сдавать обязательный экзамен на знание языка. Об этом сообщает в Минобразование. Независимое тестирование будут проводить после первого года обучения, и его прохождение станет условием для перевода на второй курс. Проверят знания того языка, на котором учится иностранный студент, это украинский, английский или русский. Введут тестирование для тех учащихся, которые поступят в вуз после ноября 2018 года. Именитые украинские комики приступили к экранизации пьесы писателя-юмориста Георгия Голубенко, одесский подкидыш. Городские эпизоды отсняли еще осенью на улицах Одессы. Сейчас в Киеве полным ходом идут павильонные съемки. Работу на восьми локациях завершат до конца апреля. Это в частности мастерская, спальня, суд и больница. Сегодня у нас освоение, прилайт, тут примерка костюмов, все одновременно. Ну вот мы уже к обеду, в принципе, все выстроили, все у нас уже, в общем, можно сказать, готово. Хочешь посмотреть на себя через 20 лет, обойтись к школе. Тайны своей роли раскрывает Борис Барский. Играет смешного маразматического художника, который на старости лет решает усыновить ребенка и, более того, дождаться внуков. Мне нравятся роли богемы, роли художников, литераторов исполнять, потому что и кормят хорошо. Вот сегодня мы сожрем этого оленя, вот то, что от него осталось на той стороне. А завтра будем кабанчиком питаться. Бюджет подкидыша можно смело назвать народным. У фильма более двух сотен спонсоров. Как сказал Делиев, ими стали простые граждане разных стран. Так, на краудфандинговой платформе собрали почти 140 тысяч долларов. Все, чтобы создать фильм на радость людям. Начали! Марьяна Макада, Юэй ТВ На велосипеде на работу в Киеве прошла ставшая уже традиционной акцией от любителей двухколесного транспорта. Ее цель – популяризация велосипеда как средство передвижения по городу. Участие приняли сотни людей. Также присоединились министр здравоохранения Ульяна Супрун и мэр Киева Виталий Кличко. Городской голова рассказал о личных результатах и о перспективах развития велодвижения в столице. Наша задача – сделать Киев удобным для велосипедистов. Я сегодня утром проехал 35 километров. Уверен, что каждый, кто присоединился к нашему велосипедному движению, получит огромное удовольствие. Также мы рассматриваем возможность совмещения полос движений для общественного транспорта и велосипедов. Это европейская модель, которую мы можем перенять. 101-летняя индианка Ман Каур стала победительницей Всемирных игр ветеранов в забеге на 100 метров. Дистанцию она преодолела за 1 минуту и 14 секунд. Она оказалась единственной участницей возрастной категории от 100 лет. На финише спортсменку тепло поздравили другие участники забега. После чего Ман Каур получила свою заслуженную золотую медаль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok